Ганс Христиан Андерсен Он тоже учился и жил в столице Дании, Копенгагене. В бедной семье башмачника и прачки витала легенда о знатном происхождении, что дало повод мальчику считать себя потерянным аристократом. Позже за такие фантазии он немало натерпелся от ровесников. Ганс рос эмоциональным восприимчивым, жил в своем детском фантастическом мире. Он мог часами сидеть у норки крота, ожидая его рассказов о тайнах подземного мира. Отец построил для него игрушечный театр, в котором мальчик ставил драмы собственного сочинения. При этом в представлении участвовали не только куклы, но все, что попадало под руку – ложки, фонарики, статуэтки. Учился Ганс Христиан в школе для бедных, в которой были обычными физические наказания. У мальчика была дислексия, проблемы с речью. Он всю жизнь писал с ошибками. Годы учебы оставили самые мрачные воспоминания, которые нашли отражение в сказке «Гадкий утенок». В 1812 году отец отправился воевать с армией Наполеона. Получил тяжелое ранение и умер в 2014 году, оставив семью в нищете. Сыну с 11 лет пришлось работать на суконной и табачной фабриках под мастерьем у сапожника. Подросток мечтал стать артистом, прославиться. В 14 лет он отправляется в Копенгаген. Там сначала он пел в хоре мальчиков, но голос сломался, и его уволили. Пытался танцевать в балете, но успеха при высоком росте и нескладностей не достиг. В театре ему давали второстепенные роли. Выход творческая натура юноши нашла в поэзии. Его стихи оценил директор Королевского театра. Он стал ходатайствовать, чтобы молодой человек с задатками писателя продолжил образование. Добился обучения его в гимназии на казенный счет. Вскоре Андерсон получил среднее образование и возможность в 1828 году поступить в Копенгагенский университет. В 1830-е годы Ганс получил королевский грант и поездку по Европе. Полтора года путешествовал по Германии, Швейцарии, Италии, Франции. Позже уже как известный автор совершил около 30 вояжей по Европе, Малой Азии и Африке, проведя в них в целом около 15 лет. Литературный талант Андерсона изначально проявился в поэзии. Он писал стихи о любви к родному краю, к родине и на библейские темы. Известность ему принес написанный в 1829 году мистический рассказ «Пешие путешествия от канала Холмэн к восточной конечности Амагера». За творческую жизнь Андерсон создал более 3300 произведений, которые были переведены на 125 языков мира. Он написал множество пьес, шесть повестей и романов. Самыми известными среди них стали всего лишь скрипач, импровизатор. Публикация импровизатора в 1835 году создала ему репутацию писателя с мировым именем. Сам Андерсон считал себя автором для взрослого читателя, а сказки ценил мало, но именно они принесли ему мировую славу. Его наследие насчитывает от 156 до 170 сказок. Работанные истории, услышанные в детстве и созданные автором произведения. Из десятков созданных коротких историй детям всего мира известны сказки. «Катки утенок», «Дюймовочка», «Принцессы на горошине», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Огнива», «Свинопас». Андерсон писал сказки легко и быстро, затрачивая на каждую не более одной ночи, редко пару дней. Он мог сочинить фантазию на любую тему, о любом предмете. В своих историях он наделял обычные вещи необычной судьбой и приключениями, вдыхал в них жизнь. Он не боялся вводить в них чувства и мысли, находящиеся за пределами детского понимания, но при этом оставался в контакте с точкой зрения ребенка. В своих сказках автор отразил глубокое понимание основных вопросов человеческого существования. Но о серьезных и глубоких вещах он писал простым языком, с юмором и сочувствием. Многие сказки Андерсона имеют сложный и печальный сюжет. Почти во всех историях героев приносят жертву или они сами жертвуют собой. Более чем полсотни сказок заканчиваются гибелью главного героя, в чем сказался неврастенический тип личности писателя, его одиночество и фобии. С 1845 года переводы сказок Андерсона привлекли иностранных читателей. В Англии его рассказы стали англоязычной классикой. Творчество автора высоко ценил Чарльз Диккенс, с которым они подружились. Всю жизнь Андерсон убегал от своих страхов. Он боялся ограбления, отравлений собак. Из-за страха пожаров он всегда носил при себе веревку, чтобы иметь возможность выбраться из горячего помещения. К его фобиям относят и женщин, к которым он относился как к чему-то недостижимому. Он много раз влюблялся, но успеха у дам не имел, поэтому очень страдал от одиночества. Сам Андерсон считал, что заплатил непомерную цену за сказки и фантазии, которые вели его по жизни, что он пропустил то время, когда воображение должно было уступить место действительности. В 1840 году Андерсон встретил шведскую оперную певицу Энни Линд. Эта женщина сводила его с ума. Он посвящал ей стихи, писал сказки, ездил за ней по всей Европе, где она давала концерты. Но взаимностью она не ответила, только благодарила ее за дивные и трогательные поучительные рассказы, посвященные ей. Всю жизнь Андерсон оставался другом Энни Линд. Позже, когда она вышла замуж, познакомился и общался с ее мужем. Они переписывались десятилетиями. Писатель продолжал любить ее всю жизнь. Для него были невозможны отношения с другими женщинами. За Андерсеном закрепилась слава грустного сказочника, убегающего от любви. Андерсон не отличался крепким здоровьем. В 1872 году он упал с кровати, травмировался и не оправился от травм. Позже у него диагностировали рак печени. Писатель скончался 4 августа 1875 года. В день его похорон в Дании был объявлен национальный траур. Обращаться с ним пришло множество людей, в том числе и королевская чета. Сейчас день рождения Ганса Христиана Андерсена 2 апреля отмечается как Международный день детской книги. Имя писателя стало синонимом сказки для всех детей планеты Земля. Субтитры создавал DimaTorzok